Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава Деяния апостолов Читаем перевод Международного библейского общества для библейского портала экзегет Ну вот Павел и его спутник Сила путешествуют по Македонии Это не нынешняя республика Македония, область гораздо больше, включая Северную Грецию И это вот такие старые центры цивилизации, да, греческой, эллинской цивилизации Иудеев там какое-то количество есть, но не очень много Но неужели Павел не доберется до самого знаменитого города Древней Лады, до Афин? Конечно доберется, вот об этом в 17 главе, но не сразу Пройдя Амфиполь и Аполлонию, небольшие городки, они пришли в Фессалоники Но Салоники и сегодня такой город есть Где была иудейская синагога? Вот не в каждом эллинском городе есть иудейская синагога, там была Павел по своему обычаю пришел в синагогу и там три субботы подряд рассуждал с иудеями о Писании Объясняя и доказывая, что Христос должен был пострадать и воскреснуть из мертвых Он начинает с иудеев всегда, да, потому что иудеи ждут Мессию И он приходит им и говорит, смотрите, Мессия пришел Тот, кого вы ждали, это Иисус из Назарета Дальше у него, как правило, начинаются проблемы с местными иудеями И тогда он уже обращается ко всем, к язычникам, к иудеям, к эллинам Объясняя и доказывая, что Христос должен был пострадать и воскреснуть из мертвых А у иудеев какое представление о Мессии? Что это триумфатор, царь, который установит свое правление А он доказывал, цитатами из Писания, что страдающий Мессия – это тоже предсказание Писания Иисус, о котором я вам возвещаю, есть Христос, говорил Павел Им удалось убедить несколько иудеев, многих богобоязненных греков Ну, то есть тех, которые верили в единого Бога, не будучи иудеями И немало знатных женщин Вот женщины тут уже второй раз упомянута как отдельная такая группа Особенно склонных выслушивать эту проповедь людей Может быть, я предполагал в 16 главе, повторю еще раз В силу того, что мужчина более скован своими социальными условностями и рамками Он вот иудей, там, эллин, кто-то еще А женщина, она немножко более свободна в древнем мире в этом смысле Это возбудило зависть остальных иудеев И они, взяв с собой негодных людей, которых нашли на базаре Ну, всегда находится какое-то количество таких, да Собрали толпу и строили в городе беспорядки Они ринулись к дому Иосона, ища Павла и силу, чтобы вывести их к толпе Иосон – это человек, у которого они жили Не найдя их там, они потащили Иосона и других братьев городским властям Ну, вот самое главное – придумать, почему власть должна запретить, наказать и прочее Эти люди устраивают беспорядки по всему миру А сейчас пришли и сюда – кричала толпа Иосон принял их в свой дом Они нарушают появление Кесаря против императора Самое главное – обвинение всегда И говорят, что есть другой царь, которого зовут Иисус Понятно, что врут, но врут опираясь как бы на реальность То есть, царство мое не от мира сего, а лучше всего обвинить в политическом мятеже Вот, если Рим был в чем эффективен, так это в борьбе с мятежниками Да, вот, как только появляется подозрение, что римляне могут прислать свои легионы, чтобы задавить мятеж Все сразу становятся очень сговорчивыми и идут на любые абсолютно компромиссы Только бы не быть обвиненными в мятеже против Рима Рим очень жестоко их подавляет Толпа и городские власти, слушая это, встревожились Они взяли свои соны остальных с залог и отпустили их Залог, ну как и сегодня, что те не сбегут, а явятся в суд Как только наступила ночь, братья отправили Павла и Силу в Верию На всякий случай Верию – это еще один небольшой городок Прибыв в Верию, они пошли в иудейскую синагогу Опять? Верейцы были людьми более открытыми, чем фессалоникийцы Они с большим интересом восприняли сказанное Павлом И каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине Не просто так, а вот текстом Библии в руках уточняли Многие из них поверили Поверило также много знатных гречанок и немало греков Опять женщины у нас на первом месте Но когда иудеи в фессалониках узнали о том, что Павел возвещает Слово Божье в вере Они пришли туда и стали подстрекать и возмущать народ Братья сразу же отослали Павла к морю А Силу и Тимофей остались в городе Павел, очевидно, как такой вызывающий больше всего споров человек Его лучше сразу убрать Провожатые Павла пришли с ним в Афины И затем отправились обратно с повелением от Павла Чтобы Силу и Тимофей как можно скорее пришли к нему Итак, Павел в Афинах Знаменитая столица философов, поэтов, ученых, писателей Культурный центр древнего мира И тут какой-то Павел из Тарса Кто он такой, что он им скажет? Павел в ожидании своих спутников ходил по Афинам Очень хорошо я понимаю Я бы тоже походил по древним Афинам, если бы можно было туда пойти К сожалению, мало что сохранилось Но есть что посмотреть И его возмущало огромное количество идолов в этом городе Для нас это скорее произведение искусства Парфенон, храм Девы Афины А для него это идолы Он рассуждал в синагоге с иудеями, чтущими бога греками Каждый день он говорил со случайными встречными на площади Ну прямо как Сократ То есть с одной стороны в иудейской синагоге С другой стороны просто беседует с прохожими В беседу с ним вступали некоторые философы Принадлежавшие к школам эпикурейцев и стойков Сейчас не будем уточнять, кто такие эпикурейцы и стойки Но это две основных философских школы Которые тогда были Были и другие То есть две из нескольких И понятно, что Афина Это вот просто столица философии То есть там, наверное, на базаре Невозможно пройти без того, чтобы не обсудить Какие-нибудь важнейшие философские вопросы Одни спрашивали И что этот Пустамеля хочет сказать? А другие говорили Он, кажется, проповедует чужеземных богов Потому что Павел взвещал радостную весть Об Иисусе и воскресении То есть они даже ни во что не вникли Вот это вот ощущение Ну мы-то центр вселенной А тут какой-то иностранец с акцентом говорит Какую-то несет так Олесицу Нам все это разве нужно? Но все равно заинтересовались Павла привели на городской совет Ареапак и попросили Расскажи нам, что это за новое учение Которое ты проповедуешь Ты говоришь о чем-то странном И нам бы хотелось знать Что все это значит Наилучшим времяпрепровождением Для афинины, живущих там иностранцев Было говорить или слушать что-нибудь новое Вот интернет у них там надо было провести Тогда все бы им было понятно и хорошо А вот тогда интернета не было Приходилось собираться лично И Павел, встав посреди Ареапага, сказал А вот дальше давайте подумаем Что бы мы с вами сказали Мы попали в центр древних Древней лады, древней культуры Видим всюду языческие боги И мы очень этим возмущаемся Афинине Я по всему вижу, что вы очень религиозны Ну, в общем, да Религиозны, только своеобразные религиозности Он начинает с того, что он их хвалит Причем хвалит ровно за то, в чем мог бы упрекнуть Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни На одном из жертвенников было написано Неизвестному богу Этого неизвестного бога, которого вы почитаете Даже не зная, кто он такой, я и возвещаю вам А тут он применяет очень интересный риторический ход Неизвестному богу, но это как неизвестному солдату То есть язычники верят, что богов много Но мы же не всех знаем Скорее всего, ход мысли был такой Вот какой-нибудь бог есть очень важный Который обидится на нас, что мы его не почитаем А мы ему скажем, а вот у нас для тебя жертвенник есть И статуя стоит Мы просто не знали про тебя А так-то мы, конечно, догадывались, что ты есть Поэтому заранее тебя почтили Скорее всего, такая мысль А может быть, это и некоторая философская категория Бог, который непознаваем Бог, который, как бы, бог взятый в обобщенном виде Не единый бог аврамического монотеизма Но вот бог, как философская категория Да, вот это памятник философскому пониманию бога Может быть так, мы не знаем Но Павел, отталкиваясь от этого, он видит один памятник Который, ну, хоть как-то не противоречит его собственной вере И, отталкиваясь от него, он проповедует эту веру Бог, сотворивший мир и все, что в нем Является господином неба и земли Он не живет в храмах, построенных руками людей Не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками Как будто ему что-то нужно Ведь он сам дает всем людям жизнь, дыхание и все остальное От одного человека он произвел все человечество Чтобы люди заселили всю землю На которую он определил для всех время и место обитания Смотрите, и он не начинает, как с иудеями С рассказа там о праотцах, об Иврааме Потому что он обращается к ней иудеям Он говорит с эллинами на языке эллинской философии Да, вот это абсолютно греческая такая античная философия И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали его Могли ощутить его и найти его Хотя он и недалек от каждого из нас Ведь в нем мы живем, движемся и существуем Как об этом говорили некоторые из ваших поэтов Ведь мы и есть его род Ну вот тут он цитирует двух не очень известных поэтов Арата Киликийца и некоего Клеанфа Ну неважно, то есть какие-то строчки, которые были в уме Показывают, что и он не чужд греческой образованности И раз мы род Бога, то мы не должны представлять божество В виде золотого, серебряного или каменного истукана Или в виде какого-либо образа, сделанного по замыслу человека И умением его Итак, оставляя в стороне времена невежества Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться Он назначил день, когда он будет судить мир по справедливости И уже избрал человека, который будет судьей Он подтвердил это пред всеми, воскресив его из мертвых Смотрите, никакого иудейского контекста Который к иудеям он обращается Он поговорит, вот это отцам нашим обещано У нас сбывается Авраам, Исаак, Иаков Грекам-то до этого что? Павел проповедует людям на их языке Не только на языке древнегреческом, древним грекам Но на языке их понятий Вместо того, чтобы сказать им Вы должны выучить все там арамейские Должны вот книжки прочитать, которые я вам дам Вот станьте образованными, тогда поговорим Он наоборот дает им все то, что должен сказать Основную весть о том, что Бог будет судить землю И людей, человечество И есть судья, к которому можно прибегнуть Для того, чтобы этот суд не был для тебя катастрофой Вот это главное он им говорит на том языке, который они готовы понять и услышать Впрочем, готовы и поняли это не одно и то же Когда они услышали о воскресении из мертвых То некоторые из них начали посмеиваться Другие же сказали Об этом мы послушаем тебя в другой раз Но не воскресают мертвые Кто же этого не знает А этот говорит воскресают Фу, неинтересно Увы Никто не гарантирует, что даже самая блестательная проповедь будет успешной Но он попытался И кто-то поверил С этим Павел и покинул собрание Несколько человек Однако присоединились к Павлу и уверовали Среди них был Дионисий, член Реопага Женщины по имени Дамарь и другие Ну, кстати, Дионисий Реопагит Потом будет очень известной фигурой В богословии византийском Но сейчас мы о нем не будем Потому что, скорее всего, это такой был псевдоним В будущие времена Не важно Не важно А мы надеялись, что он там тысячи приведет к вере Как в Иерусалиме Там три тысячи, пять тысяч Да, число верующих росло А тут всего несколько человек А ведь христианство в Афинах С этого и началось Сегодня Афина, как ни крути А уже две тысячи лет, как христианский город Ну, почти две тысячи лет Чуть меньше То есть Вот все эти глобальные перемены Начинаются с небольших шагов Причем с таких шагов Которые могут показаться даже Не очень-то и успешными Вот ничего такого он не добился в Афинах Толпы за ним не ходили Сколько он проповедовал Выступал в городском совете Да, перед всеми знатными Главными людьми в городе Но всего несколько человек Но несколько человек он выиграл Несколько человек Начали вот эту традицию Греческого христианства в Афинах Которая потом дойдет и до наших До русских земель Но Грецию он еще не бросает Восемнадцатой главе он окажется В другом крупном центре в Коринфе И там результат будет Несколько более впечатляющим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok